А перед властями Узбекистана новая задача – сохранить исторически значимые районы в условиях быстрой урбанизации. В их числе и небольшие кварталы, которые называются Махаля. Они хранят в себе многовековые традиции народа. О том, чем они примечательны и какие меры планируют принять для благоустройства Махалей, расскажем в следующем материале. Слово «Махаля» в Узбекистане слышат нередко. Но это не просто жилой квартал, а объединенная на небольшой территории целая община. Махаля – хранительница узбекских традиций. Ее центром всегда была мечеть. Так, в Хастымаме – это медресе барахана, построенное еще в 16 веке. Сегодня туристы делают здесь памятные фотографии и знакомятся с чудесами архитектуры. А в самом квартале жизнь бьет ключом. Особенно жители любят собираться в местной Чайхане. Летом мы ставим во дворе столы и стулья. Сюда приходят старейшины, играют в разные игры. Вечера здесь очень веселые. Другая причина для сбора старейшин – обсуждение насущных проблем. Такую встречу называют хашар. А на свадьбах и праздниках в Чайхане собирается вся округа. Главное блюдо любого мероприятия – плов. Сегодня у нас родился племянник, поэтому мы готовим свадебный. Гостей позвали, да? Да, да, гостей. Отмечаете? К примеру, махаля ювелиров, ткачей или кузнецов. Хастымам – крупнейшая махаля Ташкента. Но если раньше здесь проживали 9 тысяч человек, то сейчас не больше 6 тысяч. Многие дома снесли, поскольку рядом строится центр исламской цивилизации. Официальный статус махали в Узбекистане получили в 93-м году. В каждой общине избирается председатель, ответственный за решение многих вопросов. К примеру, если пара решила развестись, то перед походом в соответствующий орган она обращается к главе махали. Горячей темой для обсуждения остается вопрос сохранения исторических кварталов. Важно не только возводить новые здания, но и сохранить многовековую культуру, считают власти. Сегодня в Ташкенте количество махалей составляет 575. Мы обязаны всецело, помимо того, что решать те насыщенные проблемы наших жителей, предпринять все необходимые меры по сохранению наших исторических ценностей. Авторы проекта намерены реставрировать 14 махалей, в которых находятся десятки объектов исторической и культурной ценности. А территорию комплекса Хастыма планируется присоединить к коридору Ферганна-Сырдарья, Великого Шелкового Пути, являющегося частью исследовательских проектов ЮНЕСКО, и проходящего через Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан. Асем Хасиан Кыза, Зауреш Думан Кыза, Ириат Шони, Хабар 24, Ташкент.